В честь юбилея присоединения Крыма к России Серпуховский историко-художественный музей напечатал открытки с изображением полотен великого русского художника Ивана Айвазовского и передал их в Центр поддержки участников СВО и членов их семей. Отсюда их повезут в зону СВО вместе с гуманитарным грузом. А к акции присоединились депутаты и местное отделение партии «Единая Россия», волонтеры, родственники и друзья бойцов. Супруг Елены был мобилизован в октябре 2022 года. Сама она не смогла остаться безучастной и вместе с семьями сослуживцев мужа объединились в одну большую команду волонтеров-помощников. Помогаем как можем. Обращаемся к волонтерам за какой-то помощью в «Единую Россию». Нам очень помогают, очень выручают нас. На этой неделе или на следующей планируем поездку к ребятам. Отвезем необходимый гуманитарный груз, который они попросили. Ну и передадим подарки, открытки, которые сегодня нам передала «Единая Россия» вместе с историко-фудожественным музеем. Им очень приятно, когда весточка из дома, из родного города. Они понимают и чувствуют, что их не бросили там, что мы все переживаем за них, что мы все вместе с ними там. Несколько дней назад Марта вернулась из зоны СВО, куда отвозила очередную партию гуманитарного груза и собирается в поездку в Алакурте в госпиталь, где находятся на лечении ее супруг и наши бойцы. Я уже к ним ездила и также пыталась их хоть как-то обрадовать. Я им готовила какие-то супчики, но все равно это было приятно, так как они все равно одиноки, там больше части лечатся и хоть какая-то им радость. В госпиталь волонтер отвезет вместе с гуманитарным грузом и открытки Серпуховского историко-художественного музея. Там Марта пробудет одну неделю, потом вернется и снова начнет собирать помощь в зону СВО. Алексей Броников тоже на днях отправляется за ленточку с очередной партией необходимых вещей для военнослужащих. Ребята всегда передают спасибо всем, потому что в сборе моей гуманитарной помощи задействованы все. Я за свои отличные средства, мои родственники, мои соседи, коллеги по администрации. Сегодня смотрю много, начинаю тоже скидывать. Сейчас забрал сегодня, заказывал в Епатеринбурге, ближний нашел кушетки для военно-клевого госпиталя. Это там, где наши ребята когда встают с позиции, их стабилизируют и потом нужно большой земли. Наступает теплое время года. Кроме одежды и продуктов, бойцам нужны газовые горелки и средства против ядовитых змей, пауков, клещей, комаров. К сбору и совместным закупкам необходимого всегда присоединяются предприниматели и депутаты округа. Я всегда не остаюсь в стороне, потому что это очень важно. Много зависит от нас. И так воспитываю я своих специалистов по работе с молодежью. Они всегда принимают активное участие. И являясь депутатом городского округа Серпухов, я считаю, что в первую очередь нужно нам всегда своим примером показывать, что очень важно сейчас во время вот этой военной операции помогать. В честь юбилея присоединения Крыма к России Серпуховский историко-художественный музей напечатал открытки с изображением полотен великого русского художника-мариниста Ивана Айвазовского. Жанна Сергеевна и мы придумали такую акцию, которую назвали «Крым наш», и мы ее проводим ежегодно. Руководство музея и Центра поддержки участников СВО и членов их семей вместе с депутатами передали эти открытки. И волонтерам, которые же дневно трудятся, в рабочих цехах плетут сети, шьют пятиточечники одежду, делают сухой душ. Эти открытки, несмотря на то, что каждый год мы выпускали только этот вид. Еще у нас были работы художников, кстати, Серпуховских, кто вдохновлялся к Крымам, тоже писал этюды в Крыму. Тоже была такая серия открыток, это редкий уже экземпляр. А вот «Прилив» мы из года в год выпускаем, но эта открытка отличается тем, что, конечно, здесь есть памятная отметка, что это к десятилетию воссоединения Крыма с Россией. И еще в этом году, поскольку работы две, а мы почему-то всегда выпускали «Прилив», мы решили выпустить еще одну работу из коллекции Серпуховского музея, Лазовского тоже. Он родился в Феодосии, в общем-то, всю жизнь прожил там. И все море на его картинах – это, по сути, Крымское море. В ближайшие дни открытки вместе с гуманитарной помощью, шевронами с символикой муниципалитета и флагами доставят в госпитали и на передовую.